Приветствую друзья! Нас продолжает удивлять временно исполняющая обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев. В беседе с известным пропагандистом Соловьевым он поведал очень интересную деталь, за которую его можно назвать только одним словом – лжец. Доверия к нему у простого народа просто не может быть. Начинать свою деятельность с открытой лжи – это преступление перед жителями Хабаровска. Также он высказался о недвижимости своего отца. Если вы помните, Алексей Навальный проводил расследование о недвижимости его родителей. Строительство загородной резиденции его отцом было оценено как минимум в 70 миллионов рублей. Рыночная стоимость такого дома составляет 100 миллионов. И отец Дегтярева и мать Дегтярева во время покупки и строительства дома продолжали работать в обычной самарской больнице. Тем не менее, у них откуда-то появляются свободные 70 миллионов рублей, чтобы построиться в ближайшем Подмосковье. В видео Дегтярев говорит, что его родители копили всю жизнь на это. Но, извините, работая врачом, за всю жизнь такие деньги просто не заработаешь, даже если из-за границы работал в советское время. Но у Дегтярева другое мнение, то есть опять ложь. Также он расскажет планы на будущее. Давайте послушаем. Хождение продолжается? Чего хотят? Каждый вечер человек 20-30 ходит. Несколько машин ездят, сигналят. Ну, правоохранители проводят очень корректную профилактическую работу, за что им благодарность. Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, получают штрафы. Это дело обычное. Притом нет в зависимости от их политической ориентации. Как я понимаю, там один из граждан, который был против тех, которые ходили, тоже получил пять суток. Неклюдов, по-моему, фамилия. Да, есть. Поэтому, Владимир Рудольфович, хабаровчане, они абсолютно разные. И там, где кончается, точнее, там, где начинается свобода одного, заканчивается свобода другого человека. И действительно, в городе есть очень много недовольных граждан. Они ко мне обращаются с просьбой навести, наконец, порядок в Хабаровске. Но надоедают вот эти сигналы, митинги. Я ощущаю на себе, конечно, повышенное внимание. Мои родители ощущают, супруга ощущают, даже родственники, которых я и забыл, что они есть, ощущают. Поэтому это нормально для публичной политики. Мы живем, наша семья честно и всю свою жизнь Пашем. Мой отец, например, проработал 50 лет и принял 55 тысяч родов в России, в Африке, в Азии, в зарубежных командировках. Получил звание, подписанное президентом, заслуженный врач. Ну, то есть, нормально, пахал всю жизнь, а сейчас какие-то проходимцы над его домом запускают квадрокоптеры. Его это, конечно, забавляет. А меня это, на самом деле, не забавляет, потому что я считаю это совершенно недопустимым. Вот эти все квадрокоптеры и прочее. Давайте, скажите. С отцом поговорил. Он говорит, слушай, Михаил, если тунеядец Навальный готов купить, говорит, дом за 100 миллионов наш, я завтра же его продам, потому что он просто стоит в два раза меньше. Неплохая будет. Так я же предлагал Навальному, он там оценил мою собственность. Я ему тоже говорил, ну так купи за эти деньги, которые ты предлагаешь. Я тебе московскую квартиру за эти деньги прямо сейчас продам, вот за которые ты предлагал, как ты ее оценил. Конечно. Вопрос. Но парень богатый может себе позволить, биткоинов у него море. Я буду работать в интересах людей, как сказал Владимир Владимирович Путин, меня назначая. Это главные интересы людей, чтобы они ездили на хороших машинах, чтобы социальная система была дружелюбной. Я, кстати, уволил уже заместителя председателя правительства, социальный вопрос уволил. Потому что социальная сфера, она не дружелюбна к людям в Хабаровском крае была. Но она будет дружелюбной. Вот такие вот кадры управленцев России. Честно скажу, мне жалко хабаровчан. Если такой управленец и дальше продолжит руководить регионом, то жителям придется очень туго. Оставайтесь с нами, скоро мы снова встретимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok